Здравствуйте! В эфире программы «Городские встречи» в гостях у меня сегодня Олег Лисов, президент Всероссийской Федерации Палеотлона, первый вице-президент Международного Союза Палеотлона. Здравствуйте, Олег! И вот расскажите, наверное, сразу про то, что чемпионат мира прошел и прошел по Палеотлону, и прошел он в Сасове. Насколько это вообще круто для нашего региона? Добрый день! Да, действительно, с 11 по 15 марта в городе Сасово состоялся чемпионат мира по зимнему Палеотлону. Это второй чемпионат мира, который принимает Рязанская земля. Первый чемпионат мира у нас проходил в 2004 году, принимал у нас его город Рязань. Также приходил при полных стадионе, при полных трибунах, при большом количестве зрителей. Жители города и города Сасово не понаслышке знают об этом виде спорта и активно болеют за своих спортсменов. Помимо наших спортсменов, о которых вы чуть позже нам обязательно расскажете, кто вообще, сколько человек, какие регионы, государства, страны были представлены на этом чемпионате? В зимнем чемпионате у нас приняло порядка 15 государств, 160 участников. Изюминкой чемпионата это были темнокожие спортсмены из Конго, Кот-Дюар. И они также наравне со всеми спортсменами соревновались. То есть они, насколько я понимаю, лыжи входят в зимний Палеотлон? В программу зимнего тройборя входит лыжная гонка, стрельба из патематической винтовки и силовая гимнастика. Мужчины подтягиваются, женщины сгибания, разгибания рук в упоре лежа или это, как раньше называлось, отжимание. И как же люди, у которых зимы в принципе нет, справились с лыжами? Да, мы были поражены, но они преодолели эту дистанцию, пускай не с самым лучшим временем. Но это говорит о том, что вид спорта нравится, развивается. И надеемся, что будет уже больше участников на следующем чемпионате мира. Как выступили наши спортсмены? Сколько их было? В мире и в России сложилось так, что самая сильнейшая сборная, которая показывает высокие результаты, это сборная команды России. Вторыми идут Казахстан и за ними Украина и Беларусь. Но в состав сборной команды России вошли двое наших рязанских спортсменов, то есть уроженцев детско-спортивной школы «Планета спорта» города Сасово. Это Денис Шелкопляс и Дарья Васькина. Как они выступили? Денис стал двухкратным чемпионом мира. Он повторил свой, можно сказать, результат. Даже в некоторых дисциплинах его повысил. Дарьи чуть-чуть не хватило, буквально 40 очков, чтобы стать бронзовой призеркой чемпионата. Какие дальнейшие перспективы этих спортсменов? Дальнейшие перспективы. Как раз в рамках этого чемпионата мира проходила научно-практическая конференция Международного союза палеотлона. И было принято решение о развитии и популяризации еще роллерного палеотлона. Тот же самый палеотлон, только вместо лыжной гонки, лыжи-роллерной гонкой. И тогда будет получаться у спортсменов круглогодичный период подготовки и выступлений в соревнованиях. Но тогда нас смогут победить все-таки спортсмены из Африки, да? Да, да. Я считаю, что правильное решение Международного союза, то, что палеотлон должен быть доступный, открытым видом спорта привлекать всех заинтересованных. А как вообще так получилось, что город Сасово был выбран местом проведения чемпионата мира? Ну, Сасово неоднократно принимал самые высокие спортивные соревнования всероссийского уровня. Начиная от чемпионатов перенц-федерального округа, всероссийских соревнований до чемпионата России. Спортивные сооружения соответствуют всем современным нормам и требованиям. Они включены во всероссийский реестр спортивных сооружений. И это очень большое значение сыграло. Ну и то, что кадры, прежде всего, людской ресурс, который есть в городе Сасово, позволил провести чемпионат на высоком уровне. Я был очень удивлен, и все гости были удивлены, что на данный чемпионат пришло очень большое количество зрителей, которые болели за своих спортсменов. Тем более, двое Сасовских спортсменов принимали участие в чемпионате. Насколько вообще в нашем регионе этот вид спорта развит, развивается? Ну, в нашем регионе вид спорта достаточно развит. У нас в городе Рязани есть детская и юношеская спортивная школа с отделением по палеотлону и детская и юношеская спортивная школа в городе Сасово, планеты спорта. В них занимаются молодые и юные спортсмены, которые вырастают до уровня мастеров спорта международного класса. Как раз параллельно с чемпионатом мира в городе Рязани приходил чемпионат России по летнему чувствурию к борю. В закрытых помещениях. Но мне кажется, что палеотлон это достаточно широконаправленный вид спорта. Из-за этого его популярность она не меньше? Палеотлон это прежде всего, сейчас широко везде пропагандируется внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГАТО к труду и обороне. История палеотлона берет свое начало в создании этого комплекса. То есть буквально 11 марта исполнилось 85 лет, как был создан Российский физкультурно-спортивный комплекс. До этого не вид спорта палеотлона назывался, а всесоюзные и всероссийские соревнования проводились по многоборью комплекса ГАТО. Но когда в 1991 году произошел распад Советского Союза и комплекс перестал существовать, было принято решение создать спортивную федерацию со всеми теми традициями и наработками, которые были. И придумали название вида спорта – палеотлон. Поле много, атлон – состязания. Но теперь, когда ГАТО у нас возрождается, палеотлону тоже грозит теперь еще более светлое будущее, как считаете? Да, мы считаем, что это база и фундамент внедрения комплекса ГАТО. То есть комплекс ГАТО – это физкультурная составляющая, сдача тестов, нормативов. А те люди, кто захотят себя реализовать в спорте, то есть показывать высокие результаты в этих же многоборьях, мы будем рады видеть их в нашем виде спорта палеотлона. Как Вы считаете, вообще спорт становится все более популярным, модным, может быть? И насколько наш город спортивный? Ну, в последнее время молодежь действительно стала обращать внимание на здоровый образ жизни. И это очень радует, что сейчас очень много разных отделений по различным видам спорта. Вот внедрение комплекса ГАТО, который позволяет всесторонне раскрыться спортсмену. Основная задача комплекса его была то, что раскрыть талантливых спортсменов, которые могут потом себя реализовать в олимпийских и других видах спорта. Лозунг был от значка ГАТО к олимпийской медали. Ну и как? Пойти записаться в спортшколу, чтобы заниматься палеотлоном? Да, в городе Рязани это спортшкола центрального спортивного комплекса, а в городе Сасово это дюж-планета спорта. Там работают тренеры, которые ведут занятия по отделениям вида спорта палеотлона. Ну что ж, еще раз поздравлю, кстати, да, не еще раз, а не поздравила вас. Поздравляю вас с такими замечательными результатами на чемпионате мира, конечно же, вот дальнейших побед нашим, как правильно, кстати, палеотлонистам. Да, палеотлонистам. Нашим палеотлонистам. Ну а телезрителям напомню, в гостях у меня сегодня был Олег Лисов, президент Всероссийской Федерации Палеотлона, первый вице-президент Международного Союза Палеотлона. Это программа «Городские встречи». Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»